В общественном транспорте Краснодара появились плакаты с призывом отказаться от табака. Таким образом, перевозчики решили бороться с пагубной привычкой своих сотрудников. Были случаи, когда пассажиры жаловались на то, что водители курят во время работы. Теперь же к нарушителям применяют самые жесткие санкции. И это связано с законом о запрете курения в общественных местах. Наша компания занимается перевозкой пассажиров в городе Краснодар. Поэтому мы, исполняя этот закон, принимаем меры о недопущении курения водителю за рулем. На сегодня проведен под роспись инструктаж со всеми водителями. Напомню, антитабачный закон действует в России уже три месяца. С 1 июня нельзя дымить возле образовательных учреждений и больниц. В самолетах, поездах, судах и в общественном транспорте. На этих объектах также запрещена реализация табачной продукции. Как следствие действия антитабачного закона, возросла стоимость пачки сигарет. Отмечу, что новый закон вызвал множество споров еще во время обсуждения. Авторы проекта считали, что введение запретительных мер для курильщиков приведет к снижению потребления табака. Противники параллировали тем, что появятся нелегальные производители. Миллиарды рублей потекут мимо государственной казны в карман контрабандистов. Выдвигали следующий аргумент. Курильщики переключатся на сигареты низкого качества. А это скажется на здоровье. Тем не менее, закон работает уже три месяца. И больше думают краснодарцы по поводу его эффективности.